С древних времён Донские земли имели благоприятное географическое и важное стратегическое значение. Здесь проходили важные торговые пути, строилась цивилизация, происходили крупные сражения. Связь культур Запада и Востока легли в основы самобытного и неповторимого культурного пласта – слияния христианской и мусульманской культур. Века сменяли друг друга, и на месте прежних поселений появился Ростов-на-Дону. Своим рождением город обязан императрице Елизавете Петровне. В начале XX века город становился крупнейшим центром международной торговли на юге страны. В нём стали появляться театры, учебные заведения и другие салоны, которые заложили архитектурный облик центра города. Росли заводы, появлялись мануфактуры. В XXI веке продолжается бурное экономическое и культурное развитие Ростовской области. Важно отметить и благоприятные условия для ведения бизнеса в регионе. Так, например, в малом секторе экономики города Азов занято более 8 тысяч человек. Также Азов – это развивающийся международный морской порт со всей необходимой инфраструктурой. Местом в Ростовской области, где история предстаёт во всём своём величии, является Оксайский район. Помимо промышленной и сельскохозяйственной составляющей, он славен своими музеями и храмами. Немаловажными объектами культурного наследия являются музейный комплекс «Почтовая станция XIX века» и крепость с таможенной заставой XVIII века. Именно в этой атмосфере можно совершить путешествие в прошлое и увидеть своими глазами архитектуру и быт наших славных предков. Крупным промышленным и экономическим центром является Новочеркасск. Он выделяется своей историей и особым обликом. Самый молодой город Ростовской области – Волгодонск. Обладает высокой инвестиционной привлекательностью и занимает первое место в регионе по числу призёров предметных олимпиад. Здесь готовятся трудовые кадры с высоким интеллектуальным уровнем и большим потенциалом. Культурная составляющая региона представлена театрами, музеями, областной филармонией. Регулярно проводятся фестивали искусств, юных композиторов, а также культурно-развлекательные мероприятия, горячо любимые жителями города. В Донских музеях собраны уникальные коллекции находок из золота скифа сарматского периода. Превосходная этнографическая коллекция, предметы казачьего быта, полотна известных живописцев 18-20 веков. Ростовскую землю не раз прославляли её известные сыны. В этой связи нельзя не вспомнить писателя Михаила Александровича Шолохова, уроженца станицы Вёшенской. Талант писателя был признан ещё при жизни автора. Яркое тому подтверждение полученная им Нобелевская премия по литературе в 1965 году. Не менее ярким и выдающимся писателем, уроженцем Таганрога, является Антон Павлович Чехов. Один из самых известных драматургов мира, чьи произведения переведены более чем на 100 языков. Ростовчане гордятся своими земляками. Среди них известные актёры Ростислав Плят, Зинаида Шарко, спортсмены Сергей Шушин, Виктор Кейру, Александр Костоглот, Виктор Понедельник. Музыканты и певица Юрий Башмет и Забелла Юрьева – это лишь немногие из тех талантливых ростовчан, кто прославил родной край своими достижениями и победами. Ростовская земля обладает богатым культурным наследием. Очень привлекательна для туристов, как в силу климатических особенностей, так и благодаря своему многогранному культурному наследию, в котором каждый найдет частицу себя.